Здравствуйте, приветствую всех на канале Дачные Советы. Сегодня у нас 3 сентября. Я хочу поделиться с вами очередным своим рецептом. Это помидоры в желе. Очень мне нравится эта заготовка. Уже очень много лет я готовлю такие помидорчики. И могу сказать, что это самая моя любимая консервация. Томаты в желе. Как я их делаю? Вот эта баночка стоит, видите, под капроновой крышкой. Так как оказалось, что банка немного нестандарт. И жестяная банка у меня не подошла. Поэтому вчера я готовила и вот закрыла капроновой крышкой. И постоит вот мне 10. И мы ее уже будем пробовать. Как я готовлю рецепт? Вот этот. Изначально я мою крышки банки. Не стерилизую ни крышки, ни банки. Просто чисто вымыла содой пищевой. И достаточно. На дно баночки, когда я готовлю именно помидоры в желе, я никогда не кладу укроп. Я кладу либо базилик. Вот в данном случае у нас базилик. Фиолетовый. Можно использовать зеленый базилик. Либо сельдерей. Либо петрушку. Морковную ботву я тоже не кладу, когда делаю помидорки в желе. Да, и еще что хотела сказать. Самое главное, когда мы хотим приготовить вкусные томаты в желе, это выбор самих томатов. Томаты должны быть очень мясистые. Тут мы выбираем самые мясистые томаты. Тогда вот эта заготовка будет очень-очень вкусная. Нарезаем их довольно-таки крупными дольками. В общем, на дно положили базилик в данном случае. Несколько колец лука. Довольно-таки широкие, по полсантиметра. И укладываем томаты. Укладываю я пол баночки томатов. Затем я высыпаю желатин. На пол-литровую банку я высыпаю пол чайной ложки сухого желатина. На литровую банку полную чайную ложку. Но тут тоже зависит от того, насколько хотите вы густую заливку. Если вы хотите погуще, можете и на пол-литровую банку добавить чайную ложку. Я делаю не очень густую заливку. Вот такая вот она у меня. После того, как мы добавили желатин, укладываем остатки томатов. На такую баночку я добавляю на пол-литровую банку 2-3 горошка душистого перца. Лавровый лист здесь я не кладу. И гвоздику тоже не кладу. Достаточно перца горошком. Докладываю банку до конца и готовлю маринад. Маринад я готовлю так. 2 столовые ложки без горки. Где-то по 20 грамм каждая ложка. То есть 40 грамм соли на литр воды. И 150 грамм сахара. 5 столовых ложек с горкой. И прокипятила этот маринад. И добавляю 100 миллилитров 9% уксуса. 80-100. Почему 80-100? Если еще в эту консервацию я добавляю острый перец, мелко нарезанный, то, ну или хотя бы напополам разрезанный, не целый, то я добавляю 80 миллилитров 9% уксуса уксуса. Если идет без острого перца у меня заготовка, то 100 миллилитров. Почему так много уксуса на литр воды? Потому что желатин, он оттягивает на себя вот эту концентрацию уксуса. И если мы сделаем уксуса меньше, то заливка получается пресная. Если томаты, ну они так вкус имеют, то заливка получается абсолютно пресная. Мне не нравится такая заливка. Я делаю пасты немножко. Вот. И буквально вот 10 дней постояли, и томаты уже можно пробовать. Очень вкусно получается. Что еще хотела сказать в этом ролике? Я хотела еще вам показать острый перец. Это острый перец-колокольчик. Я его в этом году выращивала первый раз. Очень такие интересные плоды выросли. И мне сразу в комментариях писали, что очень он высокий вырастает. И довольно-таки поздно завязывает плоды. И не очень много плодов. Но, что хочу сказать. Несмотря на то, что я его высадила в открытый грунт 20 июня, плоды мы все равно с него собираем. Он вырос невысокий. Так как, видимо, было погодные условия для него неблагоприятные, он у меня вырос всего лишь метр-метр двадцать где-то. Один кустик я всего высаживала. И вот такие вот плодики на нем висят. Конечно, они зеленые. Поспеть они не успеют в открытом грунте. Я их сейчас помещать буду в темный пакет. И ждать, когда они покраснеют. Если они покраснеют, я вам тоже покажу их затем, эти перчики. Перца. В этом году у меня всего два куста. Это перец-колокольчик и рапира. Рапиру я еще не снимала. Тоже нужно снять. Я сажаю перца. Каждый год где-то пять-шесть растений. Но в этом году я посадила всего два растения. Так как у нас еще с прошлого года очень много острого перца осталось. И я хочу вам рассказать, как я храню острый перец на зиму. Во-первых, сразу хочу сказать, что мы острый перец очень любим. Я готовлю и супы, и салаты, и заготовки. Я везде практически добавляю острый перец. Но заготовки я делю. Половину части я делаю с острым перцем, часть без острого перца. Так как бывают у нас гости и друзья. Киаи, в общем-то, не все любят такие острые заготовки. Перец я просто морожу. Вот такой вот чистый перец. Кладу в пакеты и замораживаю в морозильной камере. Когда мне нужно его использовать, я достаю, нарезала. И, в общем-то, вот сейчас томаты мы будем кушать практически до Нового года. Свои свежие салаты. Я делаю всегда с острым перцем. И гораздо удобнее нарезать замороженный перчик, чем сушеный. Я не сушу перец никогда. Очень мне нравится. Именно такой, как бы, свежий перчик есть зимой. Также и зимой в супы я его добавляю. Тоже достаю из холодильника. Нарезала и, в общем-то, все готово. На этом я свой ролик заканчиваю. Всем до новых встреч. Пока-пока.